Всем привет, друзья! Ролик с угловыми неплохо набрал, поэтому стоит поговорить и о штрафных ударах. Сегодня я вам также покажу несколько эпизодов с матчей, и потом мы вместе пойдем в моменты, и я вам четко покажу, что и куда сжать. В общем, всем приятного просмотра, а мы начинаем. Начнем мы с моего самого первого штрафного в игре. Самый первый, только штрафной, именно вот в Division Rivals, не в Squad Battle, нигде. Я взял Kirby, ну а точнее сразу выпало, я посмотрел, кого я собираюсь брать, и решил все-таки бить. И бить, опять же, между игроков, то есть выбираем между головами примерно. И вот так же по стандарту просто выжимаем почти три деления. Объясняю, что тут я вообще делал. Я двигал только левый стик, чтобы он просто вот стал примерно между голов. То есть, если двигает стенку, то понятно, что мы все равно должны примерно так стрелять. Но если вот по стандарту, то по классике это вот примерно вот так. Независимо от расстояния практически, вот примерно так идет у нас удар. И что тут основное вот в этой FIFA, что важно? Это все-таки деление. Если в прошлых частях было как бы это сверх важно, там, выжимать там два деления, полтора деления, три с половиной деления. То есть, от дальности это как-то зависело. То в этой части FIFA на самом деле, да, это зависит от дальности. Но в основном все-таки прожимаем где-то по три деления, три, три с половиной. Ну вот с такой дистанции, наверное, все-таки три. То есть, три с половиной не нужно. Но я думаю, в принципе, если вы же три с половиной, да, я думаю, я покажу так же пример, когда я выжимал примерно чуть больше, прилетит перекладину. Но опять же, прям выше ворот такого у меня не было, если только вы не жмете четыре деления. То есть, тут, в принципе, все как достаточно легко, так же, как и в пенках. Ну, в общем, вот удар наносится. Два и семь десятых где-то деления. Бам, идеально в девять. То есть, тут как бы вообще без вопросов. Ну, а мой новый партнер, это лучший продается монет в СНГ, Кирилл Костров. Если вам нужны монетки на крутой состав или же на какую-то карточку первопроходца, то обязательно пишите туда, потому что там лучший курс, быстрая доставка, лучшее общение с клиентами. И о промокоде LEMUR не забываем, это 10% скидки на монеты. Также вы там сможете продать монеты, купить подписки, купить любые игры. В общем, в том числе и EFC24, если у вас нет, вы можете там купить. И также, чуть не забыл, подпишитесь на мой телеграм-канал, на котором часто проходят розыгрыши. Поэтому переходи туда, жди новых розыгрышей, участвуй, побеждай. В общем, радуйся жизни. Следующий штрафной у нас уже спустя некоторое время, естественно, уже не первый. Уже прям на опыте я, уже достаточно много игр сыграл. Меняю на лучшего исполнителя, то есть Леоо меняю я тут на Бруно Фернандеша. Сразу же моментально, да. И делаю, в принципе, то же самое, только вот уже я бью, получается, с другого фланга. Вот он двигает, а мой как бы ползунок так и стреляет примерно между этой стенки. Бам, гол. Только левый стик поворачиваю. Еще раз напоминаю, просто идеальный подбор комбинаций в плане удара, в плане делений. То есть, опять же, примерно 2,7, ну ладно, тут 2,5, 2,6 где-то. И опять же, между голов защитников. Плюс, минус. Мы стреляем. Тут можно было взять еще, наверное, поправее, но я просто боялся ударить в штангу или еще куда-то. Все то же самое. Гол. Также рассмотрим третий штрафной. Опять же, все близко достаточно. То есть, поначалу я мог забивать с таких штрафных, вот только вот примерно с таких штрафных. То есть, не было такого, что я забиваю издалека. Но опять же, схема та же самая. Мы ничего не делаем. Просто стреляем между уголов, чтобы не зацепили защитники. Все. То есть, тут я настолько уже на опыте, что вы сами видели, что я просто все только штрафной. Только вот выделяется все. Я просто сразу же моментально понимаю, чтобы он не успел подвинуть вратаря. После того, опять же, 2,5 деления между уголов. Гол. Также покажу сейчас неудачный штрафной. Опять же, вот видно точка, будто все, гол. Но тут был неудачный штрафной. Почему? Потому что, опять же, я вот в этом моменте пережал все-таки. То есть, тут видно, что 2 и... где-то 2,7. И прям с линии штрафной, ну, очень много, кажется. И вот, в принципе, это мне и стоило того, что я в драфте не смог сравнять счет. Ну, и теперь перейдем к практике. Тем более, у нас не выполнены парады стандартов на этой неделе. Поэтому грех их не выполнить. Правильно. Я сейчас вам расскажу, каких игроков лучше подбирать. Под стандарты, естественно. Как бить. Ну, и в общем, все-все-все. Желательно в команде, вот для штрафных, естественно, иметь что-то типа Бруно. Но Бруно это еще не самый идеал, конечно. Потому что самый идеальный идеал это у нас Мэдисон. Почему? Потому что у него просто в игровых стилях прописано стандарты плюс. Значительно повышается скорость, закрутка и точность полета мяча при исполнении стандартов. Максимальная длина видимой линии и траектории полета мяча. То есть, все нам упрощается. То есть, за Мэдисона прям вот бить и бить и бить очень круто. Поэтому я его себе соберу обязательно. Тем более, там вышел сон. Поэтому сейчас я эту парочку себе в команду заимею. Если же у вас нет таких игроков, то можно использовать игроков по типу того же Фати. Для нас важна сила удара, дальние удары и такие показатели, как подкрутка, точность штрафных. То есть, Фати не особо подходит, но за счет силы он прям пробивает. Но в моей команде, по сути, нету игроков лучше Фати. То есть, у всех тут такие точности штрафных, что вообще ни о чем. Поэтому возьмем Бруно Фернандеша, поставим его сюда и посмотрим вообще, как он себя тут поведет. Хотя он у меня уже галечник забивал, поэтому должно быть все достаточно просто. Первый штрафной у нас достаточно простой. Опять же, схема та же самая. То есть, примерно вот сюда целимся. Я бы вообще ничего не выкручивал, но я сейчас стал подавать вот такого плана под мячик немножко. И чтобы он вот как-то так летел, я выжимаю 3,5 деления. Ну это может даже многовато будет, но вот, перекладина. Про что я и говорил. Может попасть перекладина вот при 3,5 деления. Поэтому та же схема, двигаем чуть сюда, просто выжимаем на 3 бара. Вот, 3,1. Все, это гол. Это 100% гол. Тут как бы гадалки не ходили. Вот о чем я говорю. То есть, главное, достаточно легко привыкнуть, короче, к этому удару и все. То есть, все будет залетать все подряд абсолютно. Ну что, парашют ровных номер 2. Тут уже расстояние подальше. Тут я советую, опять же, бить по моей схеме плюс-минус. Вот так. Не кидаем парашют, ничего. Просто стараемся, опять же, попасть что-то между линий игроков. Вот так, наверное. И выжимаем 3,5 деления где-то. И все, я думаю, должно залетать. Воу. Тут не залетело. Надо было посильнее выжить. Но расстояние, потому что большое, с такого тяжеловато забить. Но все же, мы практикуем и такое. Целимся в этого игрока. Должно, по идее, докрутиться. Так, 3,5 деления, почти 4. И вот он был. Со второй попытки. Достаточно вот с дальнего расстояния выжимать под 4 бара. Если мы выжили под 4, 3,5, 3,7, то это все. То есть вероятность на гол тут была мизерная, наверное. Сколько тут было? 0,07 ХГ. В принципе, гол залетел. Опять же, потому что попал между головами. То есть все достаточно легко, если вот прям вымереть этот мяч. Это я даже не бил, кстати, за Бруно Фернандеша, которого я взял. Давайте сейчас за него попробуем пробить. Сразу его в своей тактике поменяем. То есть у него, по идее, должна быть покрутка больше. Поэтому можно будет брать, наверное, чуть правее. Но схема та же самая. Примерно вот так берем в голову ему. О, пережал, наверное. 3 с копейкой. Но вот тут же у нас, если мы не бьем под мяч, а бьем прямо по стандарту, то просто выжимаем, опять же, под 3,5 деление. И все. Все очень безумно просто. С первой же попытки положили такой галешин. Ну и последний пара штрафных. Мы бьем за Джеймса Мэдисона. Видите, как у него огромная волна. Смотрите. О, господи. Поэтому мы стараемся как бы по ней ориентироваться. Но на самом деле я ее особо не вижу в конце. Поэтому бьем, как били. 3,5 деления почти. Но это должен быть гол. Нет. Фабианский спас. Из-за того, что у него подкрутка больше, чем у Фати, мне немного непривычно. Поэтому перебьем. Вот. И про это я говорю. Момент надо привыкать. Мне кажется, тут вообще можно вот так брать. За Мэдисона условно. И на 3,5 бара заряжать. И мне кажется, попадет. Оу. Даже так. Что-то Мэдисон бьет хуже, чем Фати. Ну это какой-то прикол. Давайте возьмем Брун Фернандеша. Реально. Или Фати того же самого. Реально. Но я не понимаю этого прикола. Чему за Фати у меня летит, а за него нет. Ну я просто реально не понимаю. Блядь. За Фати реально летит лучше. Так. Я думаю, вторую попытку за Фати можно одобрить. Так скажем. Оформить. Пробьем вот примерно так же. Ну вот мне кажется, я чуть не вправе взял. Вот так, мне кажется. Должно быть идеально. Вот посильнее, наверное, бы еще тут. Но я думаю, должно залетать. Да. Это гол. Вот и по итогу что? Я за Джеймса пробил. Не забил. За Фати. Со второй попытки забил. Ну это как-то получается что? Неправильно как-то игра складывается. Удивительно на самом деле. Сейчас я зайду еще раз перебить этот штрафной. И пробью его за Левшу. Потому что я думаю, у многих есть в команде лучше. Ну исполнитель по типу Левшей. Возьмем даже Тео Эрнандеса. На самом деле штрафной еле-еле забили вот эти ребята другие. Как Тео справится и вообще без понятия. Но я буду бить примерно опять же по своей логике вещей. Бью опять же. Как я умею. Как я вам советую. Вот примерно такого плана. У Тео слабоватый удар оказался. Попробуем на 3,5 бар. Даже на 3,9. То есть по идее вот правильно я бил. Просто не хватало силы. Не хватило точнее. Попробовать вообще как-то так может. Ой, ну это слишком сильно наверное. Или еще, или попадет. У, штанга. Это вторая попытка была. Но Тео, я говорю, Тео не лучший бьющий. Сами понимаете. У него тут 83, 64, 69, 50. Вот это показатели штрафных. Я в тебя верю. Должен, должен зарядить. Должен. Да, это гол. Вот. Опять же, вы сами видели. Я думаю, уже по моей обучалке понятно, что нужно бить между защитников. Бить очень сильно, плотно. И все будет. Все придет 100%. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Надеюсь, что после этого просмотра ролика вы будете забивать больше голов со штрафных. Ну а с вами был Лемурфка. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok